Какие-то четыре швейлера, какая-то пушка, ни хрена не понятно, то есть она стоит здесь посреди. Вот сейчас вот любого спроси, кто там ест, что это такое, да хрен кто ответит. И вообще я хочу показать вам, как нужно приходить на экскурсии к Павлу Персу. Иди сюда. Вот так. Вот видите, человек подготовился. Он купил футболочку в прошлый раз. Причем как это оверсайз, да? Или на вырост. На вырост, да. У вас много маршрутов, мы собираемся к вам ходить. Давайте, скупите, у меня весь мерч уже наконец. Вот. Почему я не снимал этот маршрут очень долгое время? Потому что он длинный. И я, честно говоря, хотел поделить на два. То есть как бы обычно я вожу эти экскурсии разово, а я хотел снять на два, но уж так уж получилось. Судьба злодейка сказала, что нет. Сегодня мы с вами пойдем полностью. И мы это прямо сейчас с вами и будем делать. Пойдемте, начнем. Для начала мы должны посмотреть вот на дом напротив. Обратите внимание на его какую-то очень странную такую конфигурацию. Ну то есть он, там угол как будто немножко срезанный. Срезанный. Вы видите? Значит, в наш общий чат Нина записывает голосовое сообщение. Нина, не надо записывать голосовое сообщение в наш общий чат. И в принципе, я так понимаю, что многие догадываются, для чего наш общий чат создан, да? Для того, чтобы я кидал вам туда картинки, а вы потом кидали фотографии. Вот я вам кинул одну из фотографий. Обратите внимание, это фотография военного времени. И здесь как раз видно, как этот дом был расквашен. И именно этим объясняется вот эта странность. То есть видите, что вот эта странность, она теперь становится понятной. Теперь мы смотрим вот на это здание. С такими кирпичными вкраплениями в стиле французского неорайонессанса. Я обычно стебусь про... Вот мы сегодня будем гулять по территориям, где раньше были всякие шиномонтажки. Я лично там у своей еще предпредыдущей машины там всякие шины менял. А сейчас там, знаете, такие дома, как я обычно говорю, для социально незащищенных слов населения. Но вот это реально дом для социально незащищенных слов населения. Это без иронии. Это дом, на самом деле, вспоможения нуждающимся в жилье дореволюционном. И вот просто зацените, как тогда считали должны жить люди, у которых не хватает денег на нормальную квартиру. Да, не нужно думать, что сразу все нуждающиеся сюда заехали. Понятно, да? То есть это примерно как в Советском Союзе, когда вы встаете в очередь на квартиру, и там уже может лотерея начаться. Пойдемте быстренько перейдем на дорогу дальше. Сейчас у нас будет тест на соображаловку 3D-моделирование и вообще анализ окружающей ситуации. Потому что вам нужно будет сказать мне, где сделана фотография, которую я вам послал. Только что в наш общий чат. Давайте мы вот пристанем прямо вот здесь на углу, потому что это важно. Вот надо смотреть прямо вот здесь. Итак. Вот башенка. Да, башенку видите? И вот она там на дальнему углу. То есть, во-первых, что изменилось? Едет трамвай. Трамвай видите? Нет, его больше нет. Дальше. Вот этот забор серый. Видите, с левой стороны? Здесь строится метрополитен, который был назван Чкаловским. Да, Чкаловская станция метро. И вот там, за вот этим павильоном, там вообще-то бюст Чкалову. Нормальный такой бюст. Это важно, потому что мы с вами увидим в конце экскурсии еще один бюст Чкалову. И в этом есть кое-какой такой конфликт интересов. Дальше мы переводим взгляд вот на ту сторону. И видим совершенно чудесную фотографию. Кусок этого дома. И стоит милиционер в парадной форме, в белом кителе, в сапогах. А рядом урна или это даже... Ну, это урна, да, по-моему? Ну, я помню такие урны. Вот настоящая советская урна из железобетона. Не вот эта сейчас вот эта дизайнерская, не пойми что, а вот такая, понимаете, которую убить можно. Так у нас, соответственно, народ работал. Я предлагаю быстренько свалить из этой шумной части. Я вообще планировал зафинишировать в одном месте, но там как раз ремонтируют поребрики, и пришлось мне встать еще дальше. То есть мы с вами сегодня еще дальше поделимся. Давайте сразу налево. Сразу предупреждаю, что все местные жители делятся строго на две категории. От махания и приветствия до... Чем здесь надо? Чем сюда пришли? Поэтому не удивляйтесь ни то и ни другую реакцию. Мы, в принципе, с вами будем идти путем, которым я ходил очень много раз, потому что я жил на Левашовском проспекте, в коммунальной квартире, и даже ее заснял с оранжевым ирокезиком. Прекрасное место. Бывшая общага Балтийского завода, превращенная в коммунальную квартиру. Там достаточно большие комнаты. Ну, то есть там два окна, три метра с чем-то потолки. У меня там лежак я сделал такой под потолком. И прекрасные соседи. Замечательные. Например, ты поднимаешься по улице, и в углу насорено. Я не преувеличиваю. Или у меня есть, например, видео, где я открываю дверь в туалет, и там просто чувак со спущенными штанами спит на унитазе. Да. И вот в такой атмосфере ты обитаешь. Самое главное, самое главное, что... Смотрите, здесь просто не хватает второго глаза, я считаю. Да? Нос, рот и вуаля. Готовый арт. Что ты с этим ничего не сделаешь. Бить их бесполезно. Это все равно, что детей бить. Разговаривать с ними бесполезно. Все, что это можно, это терпеть. Терпеть и как бы делать по-своему. Ну, а вся вообще вот эта территория до постройки метрополитена, она была сам настоящей тихой заводью. Ну, то есть, метро, конечно, очень сильно, скажем так, взбудоражило это место. До нее, вот для меня, петроградская сторона, в принципе, заканчивалась на Большом проспекте. За ним уже начиналось вот что-то непонятное и так далее. Тем не менее, когда был построен постоянный Троицкий мост и начался на петроградской стороне бум, кто из Петербурга? Поднимите руки. Ну, немало, на самом деле. Но вы понимаете, где Троицкий мост находится, да? Объясните соседу. Суть в том, что мы с вами на острове. Это сейчас не считается, но вообще мы на острове, да? И этот остров, он долгое время был отрезан от другого острова, который считался материковой частью, мостом плашкоутным. То есть, он был на лодках. Или, как говорят по-русски, на понтонах. Понтон есть такое старославянское слово, да? Вы знаете, да? И поэтому, когда этот мост разводили во время ледоставы или ледохода, то эта часть просто осталась, ну, получалось, что она отрезана. Да, сейчас направо идем. И вот, когда построили, наконец, первый постоянный мост Троицкий, здесь начался строительный бум. И даже на самых окраинах, которым мы с вами направляемся, и которые сейчас никакими окраинами вовсе не являются, строились очень дорогие, комфортные дома, в одном из которых поселился товарищ Елизаров. Кто из вас знает, кто такой товарищ Елизаров? Кто это? Родственник Владимира Ильича Ленина. Совершенно правильно. Товарищ сдаст экзамен, возможно, в Минституте марксизма и ленинизма. Уже сдавал. И претендует на путевку в Болгарию, а потом даже, может быть, в ГДР. Да. Ну, а там уж, как, не знаю, Господь Бог коммунистически распорядится, может быть, даже в одну из кап стран попадет. А подавляющее большинство не знает, кто такой товарищ Елизаров. И это не мудрено, потому что, ну, как бы сходят герои. Товарищ Елизаров был женат на некой Анне Ильиничной Ульяновой. А Анне Ильиничного Ульянова, не трудно догадаться, была сестрой некого другого Ульянина, который взял себе псевдоним Ленин. И товарищ Елизаров, он, как раз его судьба, она наглядно показывает про то, как работали социальные лифты в Российской империи. Потому что, по-современному говоря, он у нас был топ-менеджером. Причем, ну, я бы не сказал, что, конечно, может быть, аэрофлот, но какая-нибудь победа стопудово, потому что он работал руководителем, топ-менеджером крупной пароходной компании. А в то время пароход это, ну, одно из главных средств коммуникации на Волге. Потому что самолетов еще нет. И он, как топ-менеджер, снял очень неплохую квартирку, которую мы с вами увидим. Ну, саму квартиру мы не увидим, но я всегда... Вот мне очень часто спрашивают, какие посетить музеи в Санкт-Петербурге. Точнее, даже не так. Что посмотреть в Санкт-Петербурге? Такой вопрос. Ну, и я... У меня есть универсальный ответ. Есть у нас три замечательных мемориальных квартиры. Это квартира Аллилуевых на песках. Аллилуев – это, соответственно, отец жены Сталина. Тоже, кстати, очень хороший социальный лифт показан. Квартира Аллилзаровых и квартира Сергея Мироновича Кирова на Кировском проспекте. Бывшем сейчас Каменасовском. Почему? Не потому, что там вы, может быть, фанаты, да, вот я по глазам вижу, что вы все в курсе, кто такой Аллилуй, да? А потому что эти квартиры сохранили прямо водореволюционный быт. Они где-то в основном восстановлены, где-то они как бы что-то сохранили. И вы, попадая туда, вот прямо видите, как жили люди. Такого средний класс очень плюс по тем временам. И вот мы с вами пришли к еще одному элементу. Здесь, за этим окном, живут зрители моего канала. Вот у них тут стоит камера в окне. Мы просто как-то раз сюда пришли, они мне махали. Я-то по старой традиции думал, что эта камера антисанная камера. Но мы живем уже в те времена, когда она не антисанная, она антизакладочная. Новый век, новой технологии. Это не я там как бы в там-тайме когда-то, да, в коробочках что-то там продавал. Нет, сейчас все вот так вот устроено. И обратите внимание вот на эту форму вырубы, так называемого. Да? Первыми... Вы поняли, да? Поняли. У меня иногда уже все заплитык языка. Моидальный. Ну давай, повыпендривайся тут, да, я еще математик. Да? Да, да. Нет, она реально математик, мозг какой-то сумасшедший. Значит, смотрите, планировалось на самом деле, что сюда может быть пристроен еще один дом, и, соответственно, вот получился бы такой замкнутый двор-колодец, потому что вот этих окон вообще по проекту не должно было быть, а вот здесь окна могут быть, потому что закон инсоляции вам диктует, что окна все-таки должны быть. Да, и вот сюда не выходит. Такие дворы-колодцы существовали и не существуют. Не только вообще-то в столице Российской империи, они в принципе, ну и в загнивающих всяких Европах тоже присутствуют. Я вот видел, например, так, нас кто-то догоняет, сейчас я кину геометку. Я забыл, она уже пишет, пожалуйста. Транслирует же, да, геопозицию. Я правильно делаю? Да. Ну, очень сложно сосредоточиться на одном человеке вокруг тебя, когда столько прекрасных других людей. Да, да еще и собачка. Тут вообще как бы разрыв шаблона. Обратите внимание вот на это помещение с правой стороны помещения, здания. На самом деле нам сейчас очень сложно, даже гуляя по-нескому, представить, что когда-то везде были производства чего бы то ни было. Вплоть там до маленьких кузнец, каких-то кожевенных производств и так далее. Я уж молчу про пушкинские времена, но даже в начале 20 века это было бы все-то нормально. Вот это, пожалуйста, одно из производств вообще-то музыкальных инструментов с правой стороны. Я вам кинул фотографию, это на будущее, потому что потом мне искать. И вот посмотрите, как можно сделать красиво, эстетично и достойно. Во-первых, очень крутое сочетание цветов. Они не поставили, допустим, белые стеклопакеты, они выкрасили все в один тон. Пожалуйста, вам трубы, здесь есть подсветка, сейчас у нас белые ночи, подсветки нет, но тем не менее. Вот эти вот, значит, клумбы и прочее, прочее. Чтобы вы сравнили как бы эстетику вот эту с эстетикой, как оно должно быть по-настоящему, вы можете посмотреть на эту красивое окно. Вот видите, голубенькое, как мы любим. Я помню, в детском саду тебе выдают цветнифломастер, и ты стараешься, я помню, ценился цвет морской волны очень сильно. Надо было все цветом морской волны покрасить. То есть, это будущее, это прошлое. Вот так можно из подсобного утилитарного вполне здания сделать очень хорошо, красиво, и вообще меня это все радует. Мы с вами выходим. Дальше. Значит, я вам кинул фотографию человека по фамилии Лихачев, но это не Дмитрий Сергеевич Лихачев, это другой Лихачев. И обратите внимание, что у него там за ним угадывается некая икона. И эта некая икона, возможно, некоторыми вами даже была видена в неком музее. Аккуратно. В русском, в русском, в русском музее. Все правильно. Какие-то сплошные стройки просто у нас по ходу пьесы. И мы вышли с вами к зданию. Где находится, на секундочку, Санкт-Петербургский институт истории. Обратите внимание, что там висит мемориальная доска. С 1902 по 1936 год жил выдающийся историк академик Николай Петрович Лихачев. Изначально этот дом был двухэтажный. Значит, вот сейчас, когда вы смотрите на старые, особенно иконы, вы просто благорастворяетесь. Ну, мало того, что это адские деньги и прочее, но это еще вы понимаете, что это такое. Но когда-то все эти старые иконы из монастырей просто могли выкинуться и замениться на новые. Потому что это сейчас мы там смотрим на какую-нибудь там полуразвалившуюся халупу и думаем, боже, сюда ступала нога Дельвига, это надо срочно восстановить. А в 19 веке вполне могли снести храм такой-то матери в Париже. Если бы не один роман некий, как вы думаете, какой, собор такой-то матери некого Виктора, то, в общем-то, мы бы и не увидели этого здания. И Лихачев, он начал не только собирать иконы, он начал собирать еще и рукопись. У него там были такие раритеты, аж еще византийские. На свои собственные деньги он это все делал. Он ездил по Европам, причем он это все делал систематично, то есть он подходил как бы со знанием дела. У него их здесь скопилось такое количество, что он в какой-то момент всю эту коллекцию продал Николаю Второму. На эти бабки он построил третий этаж и переселился туда со всей своей семьей. А у него было, я не помню сколько, но там под 10 детей. А первый и второй этаж были отданы под его оставшиеся коллекции. И когда в 17-м году случилось то, что случилось, сначала февраль, потом, соответственно, октябрь, уникальный случай, но учитывая его предыдущие заслуги, ему позволили здесь жить и пасти свой музей. И вот обратите внимание, каково время он умер в 36-м году. Да, вот прям как угадал. Потому что еще неизвестно, висела ли бы здесь эта мемориальная доска до 37-го года. Потому что это была лотерея, мы не знаем. Он мог бы и дальше прожить спокойно аж до 50-х годов, а мог бы и не прожить. Потому что там времечко было такое, что как будто, знаете, чисто рандомно так вот. Вот ты, ты, ты и ты. А вот и нет. Тем не менее, действительно, вот эта икона, которая висит у него за спиной, она, эта фотография сделана в этом здании. Просто зацените масштаб. Она действительно сейчас у нас находится в русском музее. Вот. То есть, благодаря ему, на самом деле, во-первых, опять возник интерес там и к родной истории, и вот именно к этой иконописи. А где мы здесь пройдем? А вот здесь мы пройдем. А, ну и в принципе там мы можем пройти. За что ему большое спасибо. У нас то ничего в городе не происходит, ничего ли не происходит, то вот они прямо, знаете, как будто вот везде, одновременно. Надо все срочно, срочно-срочно везде все подчинить, здесь все поменять. А со мной этого никто не согласовывает. Ну, вот, я вообще просто в шоке. Мало того, что на моих маршрутах ходят посторонние люди по тротуарам, особенно на Невском проспекте, вот мне это больше всего бесит. Ведешь группу, да, сегодня, сегодня вообще какие-то алые паруса затеяли. Мне пришлось подстраиваться под это дело. чтобы... Вот, да, да. Представляете, как вообще, какое неуважение к профессии гида-экскурсовода. Вот, пожалуйста, вам выруб уже прямоугольный, да, то есть мы видели с вами, товарищ математик, трапеции, что? Трапециевидный, да? хорошо, что мы не в тренажерном зале, нам сейчас протрацепицевидные мышцы бы все там объяснили, зарубили, да. И здесь мы с вами приходим, совершенно потрясающее место, которое называется чаще попроще. У меня прямо есть, вообще, по моим маршрутам, по моим фотографиям, многогодичным, можно видеть, как меняется контекст. Раньше это называлось Калейдонский лес. Замечательные люди сделали из бывшего какого-то сарая или я не пойму что, это обычно здесь такого столпотворения нет, это люди, которые, видите, да, очень милейшее место. Сейчас вот мы с ними поздороваемся, тут у них всякие котики и прочее. Здравствуйте, что у вас сегодня происходит? Мастер-класс по росписи черепов? Нет. Но фигурок, да? Фигурок, да, черепа не завезли, но сейчас мы завезем парочку. Не бойся, там черепов нет. Хочу, давно хожу вокруг вас, хочу, наконец, вас прорекламировать. А как зовут кисоньку? Кошка. Кошка, это очень неожиданное имя, кошка-кошка, пойдемте покажем кошку-кошку нашей группе. Итак, друзья мои, я хочу вам представить кошку по имени Кошка. Моя знакомая одно время хотела сделать ООО и назвать его ООО, чтобы она была ООО, Доминика. Доминика? Да. А вы приготовили для нас что-нибудь поесть Доминика сегодня? Здесь мы не готовим, мы готовим только чаи и кофе, всякие напитки на основе чаев, кофе и специй. Мы работаем как антикафе, к нам можно прийти попить чай, кофе за донейшн, то есть цену вы определяете самостоятельно. К нам можно прийти поиграть на столке, к нам можно прийти на наши мастер-классы, они проходят каждый день, расписание есть в группе ВКонтакте, в Телеграме. А вы еще застали то время, когда это был Калейдонский лес? Да, конечно. То есть восторожил? Да. А кто вообще организовал это все? Это организовали двое молодых тогда ребят. Тогда? Я помню, было время, когда двое. Все мы не молодеем, это был как раз 14-й год, вот, ребята учились вместе на одном курсе и решили, что хотят, учились на кукольников и решили, что хотят сделать какое-то клевое пространство в Питере, потому что много чего умеют, много чего могут научить, показать. И вот нашли этот домик, арендовали его и с тех пор собственно здесь был Калейдонский лес, а потом чаще попроще. Спасибо, Доминика. Я поражаюсь, что ваше заведение до сих пор на плаву и я очень хочу, чтобы оно оставалось так еще дольше, как можно дольше. Я надеюсь, сейчас к вам может быть еще придут какие-то любители на стол, к чаев, кошки по имени может быть приведут собачку по имени собачка или песик по имени песик. Вот. Да-да-да, вот. У нас просто был, я не знаю, найду ли это фотку, но машин этих не было и мы заходим здесь такой толпой, а вот еще кот по имени кот в окне. Мы заходим и там на корточках сидит девушка и она когда нас увидела, у нее были такие глаза, как будто вот, я не знаю, она увидела пришельца с Марса и так далее. Мы просто в конце нашего маршрута, я вам покажу примерно такое же здание, просто в каком состоянии оно может быть, чтобы вы понимали вообще, насколько эти ребята большие молодцы. Видите, у них такие замечательные там флигель, где, я так понимаю, изображена кошка по имени Кошка. Крыша была такой изначально? А я вот не знаю на самом деле, но я вот, я вожу здесь экскурсии, ну вот сколько, там уже лет пять минимум, да, когда я этот маршрут сделал, вот делся уж, когда я жил, я как-то не обращал внимание на это здание, я начал мне обращать внимание, когда я начал в один экскурсии, вот в этом прикол. А лес где? Лес, по какой лесу пришла? Леса нет, да. В смысле, вы прикалывались? Нет, нет, они до этого просто назывались Скеледонский лес. Я думал, леса... А здесь был Скеледонский лес? Ну, да. И вот здесь мы идем, вот сейчас мы пойдем через это, и там налево, слева там дворницкая, и там стояла женщина с милым выражением лица, и говорю, извините, а если не секрет, ну, как бы, какой площади у вас квартира? У нас в Питере таких вопросов не задают. И тут я подумал, почему рядом со мной нет вот этих, которые не в Питере, а в Петербурге, вот бы жаба с гадюкой, бы, а? Это было просто мэч такой, идеальный, у нас в Питере, у кого у нас? Я вообще-то тоже, как бы, извините, не с вашингтонских краев приехал. Но это действительно бывшие дворницкие. Аккуратненько. так, ну, пообещайте, что хотя бы кто-нибудь из вас зайдет туда, в этот, как это, чаще попроще, чайку попьет у них. очень нравится мне, во-первых, вот эта архитектурная конструкция. Такое впечатление, что какой-то художник, абстракционист решил сделать вот так. Но на самом деле, вы же понимаете, что нет. И дальше, обратите внимание, вот на ту прекрасную щель. И там есть замечательные видовые окна, вот эти дальние, видите? То есть вы живете. Вот, кстати, пес по имени пес отозвался. Да, и... Ну, я вам могу сказать... Да, кстати, сейчас будете проходить, вы можете посмотреть, как это здание выглядит сбоку. Вот оно тоже такое, знаете, как домик прямик к Кардсену. Ну, на самом деле, лучше жить с такими окнами, чем вообще без. Пусть оно хоть стену, чем без стены. У меня очень плохой сон. Я просыпаюсь по пять-шесть раз за ночь. И поэтому мне снятся очень много снов. Потому что сон должен быть длинный, когда вам ничего не снится. Если вам снятся сны, это плохо, на самом деле. Это я знаю от директора Института мозга. И мне реально один раз реально снится сон, что я живу в такой квартире, где вот я открываю окно, и там вот стена, и темно, и просто я... Ну, я не могу слышать, что я в холодном поту просыпаюсь, да? Но с каким ощущением не очень приятным. Я это сделал. Но мы тем не менее продолжаем. И мы сейчас мы выйдем на перекресток. То есть вот мы смотрим вокруг, и мы видим каменные дома. Причем здесь уже есть много современных построек. Ну, вот понятно, кирпичная советская. С правой стороны это, кстати, уникальная история. Это, опять-таки, без иронии. Это уже социальное жилье, но построено для ветеранов самых там разных и так далее. и по фасаду, и по покраске вы уже можете сейчас видеть, что сделано оно было, ну, так, на троечку. Там уже кое-чего отваливается, но тем не менее сюда действительно заехали люди того, заслуживающие. И мы выйдем с вами на перекресток, где я вам по традиции продемонстрирую очередную порцию иллюстрации. У меня их такое количество, что мне, пока я их найду и выберу, пройдет немало времени. Нашел две. Смотрите, первое, показывая деревянный дом, угловой, и я вам сейчас прям покажу, где он стоял. Причем, более того, мы с вами можем увидеть с правой стороны Брандмаур, сохранившийся. Все нормально? Да. Да? С каким-то подозрением на меня посмотрели. видите этот дом? Во-первых, вы можете увеличить пальцами и прочитать. Мучная, овощная и хлебная лавка. Дом деревянный и вот виден с правой стороны один Брандмаур и с левой стороны вот тот кусок. вот так, вот так на самом деле, до активизации жилищно- девелоперского развития выглядела вся петроградская сторона. А второй дом это вот этот вот дом. Это послевоенная фотография. Видите, что еще не настроены мансарды. И вот в таком виде выглядели все дома после войны. То есть их надо было, конечно, приводить в порядок и начиная сначала с хрущевских времен, а потом самая активная фаза, ну давайте прямо так наискось перейдем, это уже было в брежневские времена, была активная компания по значит реновации, реконструкции. Именно тогда очень многие квартиры были поделены на две, пользуясь тем, что у них есть ну как бы парадный и черный вход. И мы с вами потихонечку как раз приближаемся к дому, где жил товарищ Елизаров. Естественно, поскольку он был женат на сестре Ленина, он ну несложно распропагандировать человека, когда он твой муж. Пусть он и топ-менеджер. Вообще история с богатыми людьми и каким-то топ-менеджментом, которые давали бабки на революцию, это отнюдь не исключение. Видите, вот тоже прекрасный филигелек вот так вот загибается. Здесь очень такая странная конфигурация домов. Это объясняется тем, что здесь улицы сходятся не под прямыми, а под разными такими углами. Ну и понятное дело, что естественно и товарищ Елизаров какие-то деньги жертвовал на нужды партии. Сам он был членом партии. Назывался это РСДРБ, Российская социально-демократическая партия или сокращенно СДКи. Были эсеры, социалисты, революционеры, а были СДКи. Но у СДКов была, вы знаете, конфигурация большевики и меньшевики. в какой-то момент. И именно в эту квартиру Ленин пришел прятаться в июле семнадцатого года. Это было критическое для него время, потому что Временное правительство запустило, как мы сейчас сказали, пиар-компанию. То есть она раскопала определенные документы, опубликовала их и все узнали, что оказывается Владимир Ильич и не только он, а целая группа товарищей приехала к нам через территорию государства, с которым шла война, Германия. Ну и в общем там были непрозрачные намеки на то, что Ленин немецкий шпион, и вообще он приехал сюда дестабилизировать ситуацию. Потому что первый раз была такая попытка предпринята в 1605 году, тогда она не удалась, вот в 17-м году вторая попытка. И он пришел соответственно к товарищу Елизарову. А у товарища Елизарова на самом деле квартира была очень неплоха. Когда мы выйдем, уже там снаружи я покажу вам фотографии определенные, и там, например, был уникальный шахматный стол. Там значит очень хитро выдвигался ящичек, и как этот ящичек выдвигался никто не знал, и поэтому когда у них происходили обыски, ничего не находилось. вот этот шахматный стол, он считался уже просто полноценным членом семьи, и все его любили и обожали. И Ленина не успели схватить буквально-буквально, то есть я читал показания значит одного из полицейских чинов, который туда пришел, и он описывал обстановку в квартире, и писал, что особо его раздражало очень наглая и настырная бобенка по фамилии Крупская, которая возмущалась тем, что здесь у честных людей производится обыск. Вот это как раз парадный подъезд угловой, и здесь на третьем этаже и находится квартира Елизаровых, которую мы сейчас увидим с вами с обратной стороны. Пойдемте выйдем. На самом деле тут и дальше есть масса интересных историй, там есть замечательный садик, который на родине называется Шарик, потому что там стояла тумба с шаром, а раньше там был без Ленина. Там дальше еще есть замечательная мемориальная доска такой женщины по фамилии Соколова, это знаменитый водолаз, который в годы блокады прокладывал и трубопровод, и электрический провод, и прочее, но это вот отдельная тема, я ее потом сам подсниму, иначе мы с вами не успеем ничего. А у нас, как я уже объяснил, достаточно большой маршрут. И здесь мы с вами выходим, ну, допустим, сюда. пока вы будете выходить, я подготовлю картинки. Так, а опоздавшая дама-то нашла? Подходили к тебе, да? Ну, хорошо. Значит, друзья мои, здесь мы с вами сгруппируемся, и очень, конечно, это плохо, очень, но мы сейчас нарушим жестко ПДД. Мы перейдем дорогу в неположенной части, ну, что поделать? Но для этого надо сначала всем собраться здесь, на этой стороне. А чего вы в картинке не смотрите? Нет, это вопрос без претензий, абсолютно. Мне по барабану, просто это как бы дополнительная реальность, которая позволяет вам максимально погрузиться в тему экскурсии. Я тем временем просто удаляю лишнее, чтобы мне потом было проще вам искать следующие. Так, ну что, мы все? Вот мы все вышли. Ой, как я завидую человеку с баночкой в руках. А? А я потому и завидую. Я не пью пива вообще. Пойдемте. Не, я без шуток не пью пива, потому что я когда бросал пить, вот я дольше всего бросал пить пиво. Поэтому я как бы ноу. Скажи пиву нет, это мой случай. По левой стороне, вот сейчас перед нами открывается большое здание, ну извините, солнце прямо в лицо светит, но что ж поделать. Такой у нас ужасный город, вот понимаете, солнечный. Приезжайте к нам в ноябре, вы насладитесь аутентичной петербургской погодой. Там не то, чтобы солнца не будет, там вообще все будет прекрасно и хорошо. Вот мы с вами пришли к этому подъезду, где я вам кидану сразу несколько фотографий. Ну вот, вот этих вот, три, допустим, улетело, да, ну и в принципе пока достаточно. Значит, что мы с вами видим? Ну, помимо того, что там с левой стороны график работы музея, да, и типичное такая модерновское оформление под неогрек и прочее, но мы с вами видим на первой фотографии, что наверху портрет Ленина в черной рамке, да, то есть это он умер. На второй фотографии стоят уже и кто-то прямо салютует, и там какая-то временная мемориальная доска, а третья это вырезка из газеты, где эта фотография и дверь. Дело в том, что, забегая вперед, Владимир Ильич Ленин умер, но людям-то надо где-то жить, и здесь поселились. Товарищ Елизаров переехал в Москву, там тоже вовремя умер, и здесь стали жить простые люди. Ну, Ленин, конечно, прекрасен, но товарища фотографа даже в квартиру не пустили. И вот это такая гневная заметка о том, что вот ему удалось сфотографировать только одну дверь. И как это вообще такое может быть, что вот святое имя Ленина и тра-та-та даже в квартиру не пускают. И мы с вами находимся на улице Ленина, и была в свое время замечательная такая группа ноль. Ну, тут мемориальная доска, Владимир Ильич Ленин и так далее. Ну, вы знаете, что у нас, в принципе, и в стране, в Петербурге очень мало и улиц Ленина, и мемориальных досок. Вообще, наблюдается дефицит улиц, площадей, переулков и всего остального, связанное с Лениным. И у группы ноль была совершенно потрясающая песня «Просто я живу на улице Ленина и меня зарубает время от времени». Можете найти ее на просторах интернета и послушать. Вот она написана конкретно вот про эту улицу Ленина, потому что Федя Чистяков, он здесь неоднократно обитал. И конфигурация этого дома, она объясняет и конфигурацию квартиры Владимира Ильича Ленина, потому что, ну вот допустим, я вам кинул гостиную, которая называлась рубкой, видите, она вот такая немножко угловая, потому что, вот видите, тут сходится. И обратите внимание, что здесь есть все необходимые атрибуты. Тут есть, соответственно, диван, стол и обязательно пианино, потому что, когда вам приходят гости, вам надо их развлечь, и кто-то там может спеть какую-то песню, а кто-то другой может подхватить и сыграть тоже. Вот рабочий кабинет, вот на этой кровати Владимир Ильинин путчевал, да, но сейчас не пускают мне присесть по понятным причинам, ибо нечего своими пятыми точками, если каждый представляет, представляете, каждый туда сядет, что произойдет дальше. Вот. Мы с вами переходим дорогу сейчас по зеленому свету светофора, и с правой стороны для нас открывается газгольдер. У меня вообще были отдельные выпуски, посвященные этой теме, и у меня есть отдельная экскурсия на обводном канале, там вторая часть Семенцов, где я как раз рассказываю про принцип работы газгольдера, но тем не менее, поднимите руки, кто реально знает, как работал газгольдер, и вообще для чего это было. Ну, человек с бородой, потому что он мальчик, да, пойдемте. Значит, смотрите, у нас сейчас с вами в доме электрическое освещение, и мы вообще на самом деле вот иногда забываем, что людям прошлого приходилось иногда делать сверхусилия. Ну, то есть, допустим, ты приходишь домой, ну, хорошо, во-первых, у тебя есть дом, это уже огонь, это уже плюс, или там, квартиру, и вот тебе надо согреться, тебе надо дровишки откуда-то взять, растопить печку, да, тебе надо включить свет, ты берешь свечу, сжигаешь и сжешь ее. И когда пришел газ, это был абсолютно сумасшедший прорыв, потому что газовое освещение, ну, вот даже в Париже некоторые дамы говорили, что теперь они могут, ну, более безопасно гулять по улицам, что они не будут уже подвергаться тому, чему подвергались ранее. И этот газ надо было где-то хранить. Вот для этого газгольдер, вообще, если мы же в основном по-английски, да, все общаемся, то есть газ холдер, если более понятно, холдер, газ. Если вы наберете в ванную воду и параллельно земле поставите пустую банку и начнете вот так вот аккуратненько опускать, то вы увидите, что там образуется пузырь. Соответственно, сюда закачивалась вода, сверху закачивался газ. Когда газ откачивался, уровень воды увеличивался. Когда газ закачивался, уровень воды понижался. По такому принципу этот газгольдер действовал. Ну и отсюда, соответственно, его, этот газ распределяли по домам, потому что раньше, ну, сейчас, конечно, в новых домах уже газовых плит и не делают. Сейчас в основном электрические. Но раньше, помимо газовых плит, было даже газовое освещение. Вот Шерлок Холмс, например, приходит домой и зажигает газовый рожок. Или, допустим, во время взрыва Халтурина в зимнем дворце в воспоминаниях пишут моментально погас газ в зимнем дворце, потому что там было газовое освещение и так далее. Просто практически буквально сразу же пришло электричество и не надо думать, что электричество выместило газ одномоментно. Это был такой поэтапный, постепенный процесс, который закончился только привет-привет практически в 30-е года 20-го века. А мы с вами вышли на тот самый Левашовский проспект. Если пойти туда дальше, то там у нас начнутся острова Каменный, Крестовский и Елагин. Вот по Каменному и Крестовскому острову я недавно снял экскурсию. У меня там есть маршрут, там называется Блатные дачи и там даже есть места съемок Бандитского Петербурга и все такое прочее. И я вот вам могу совершенно точно сказать, что когда я бегал по Елагиному, да, то есть вот я убегаю, вот отсюда бегу, 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 бегу. И вот буквально перебегаешь мост и там уже дышится по-другому. Вот на этих странах. Даже сейчас. Что уж говорить раньше. То есть сюда народ из города это уже была абсолютно загородная территория. То есть вы едете, грубо говоря, вот оттуда, вот туда. Ну и там заканчиваете путежи и все остальное. Мы с вами здесь переходим дорогу. И интересно, что опять-таки в 90-е, в нулевые года это все была такая территория, ну, почти промзона. Здесь было большое количество предприятий. Сейчас, как и во многих значит, районах Петербурга, предприятия эти либо закрываются, либо выносятся за пределы города. И начинает это все застраиваться жильем за немалые деньги. И местность эта за последние буквально там 5-7 лет преобразилась. И более того, мы один разгуляли с экскурсией и я видел, как строился дом, я это сфотографировал, чтобы потом показывать на следующих экскурсиях Бранмаур, который мне даже удалось запечатлеть. То есть прошло буквально 1-2 года. Можете себе представить. И поскольку мы сейчас с вами будем поворачивать налево, я вот предварю как раз рассказ. Я когда планировал снимать этот маршрут, я хотел дойти до конца и рассказать про Ливашовский хлебозавод и закончить. Это была бы первая часть, а вторая часть пошла бы дальше. А вы, грубо говоря, проходите маршрут сразу состоящий из двух частей. Поэтому в принципе экскурсия это очень тяжелое дело. То есть это надо ходить, стоять, еще и слушать. Вместо того, чтобы сидеть сейчас как с честными людьми в ресторане и пить напитки всевозможные замечательные. Так и более того, вы еще и на маршрут попали достаточно длинный. То есть вы мы будем считать, что вам повезло. У меня было просто несколько раз такая ситуация, когда я уже сам уже упаханный привожу куда-нибудь и такой, знаете, ну что, все или все-таки хотите еще? И таких, еще! Я в душе говорю и счастливо улыбаюсь, говорю, ну пойдемте еще немножко проведу вас подальше. Мы с вами будем выходить к дому, которым владел князь Лихтенбергский. Вот опять-таки практика показывает, что в среднем по больнице, когда люди слышат фамилию Лихтенбергский, Альденбургский или там, не знаю, великий князь Николай Константинович, то, ну в принципе, это все равно, что сказать какой-нибудь турецкий Абдурахман Третий или Сулейман Четвертый. То есть примерно на таком уровне вибрации в мозгу происходит. Но я вам сейчас попробую немножко вкратце объяснить, честно ли будем. У Николая Первого были дети. Николай Первый это человек, который правил 30 лет с 25 по 55 год. Достаточно долгий период времени на самом деле. Старшую дочь его звали Мария. Мария Николаевна. Для Марии Николаевны у нас в городе построен был дворец, очень сложно догадаться как называется. Да. Наверное, Екатерининский. Да? Конечно. Конечно? Да. А вы так вот, да, все время будете. Да, реагируйте. Подтверждаемую теорию, что можно любую чушь нести с уверенным видом. Всех будет говорить, да. Марийнский дворец. Марийнский дворец у нас на Саакинской площади. Там сейчас парламент Петербурга вообще-то заседает, а изначально это было построено для одного человека. Ну, там было еще две дочери. Одна умерла, Александра, а вот средняя Ольга, она тоже вышла замуж и уехала за границу. У царских дочерей была проблема, заключавшаяся в том, что им всем предназначалась определенная участь. Найти себе принца и уехать в Европу. Здесь мы на секундочку прервемся, потому что вот это кусок современной застройки, это компания RBI сделана. Я, поскольку, ну, я очень много с ними работал и снимал ролик. Мало того, что они это все стилизовали под такое Нью-Йоркское ардеко, но обратите внимание на вот эти такие вставочки с такими рисуночками. Я, когда узнал, что это, у меня аж слеза как бы прошибла. Поскольку это территория Левашовского хлебозавода, очень знакового для истории Ленинграда, это рисунок советских печенюшек. Помните такие квадратные печенюшки? Вот они их, короче, здесь и там во дворе все вот эти паттерны, которые были, эти пачки такие прямоугольные, там две таких вот эти печенюшки. Вот они их сюда на стену разместили. Это, на самом деле, я считаю, огнище. Для Марии Николаевны искали супруга такого, знаете, чтобы вот натянуть сову на глобус, чтобы, ну, вроде как, так, чтобы он был и принц, ну, чтобы, ну, может быть, как бы осталось бы. И подвернулся действительно князь Лихтенбергский из княжества Лихтенбергская. Коих этих княжеств тогда, в тогдашней Германии, ну, самой страны Германии не было, да, это была такая конфигурация нескольких княжеств, было неимоверное количество, и у них вроде любовь-морковь, они поженились, и вот им отец взял подарок, Мариинский дворец. Скромно, но со вкусом. Где они потом некоторое время обитали, пока этот Лихтенбергский не умер. И у них были дети, один другого краши. Например, один их, сын Николай, затеял роман с Фрелиной Аненковой. А к Фрелине Аненковой параллельно шевелил Александр Горчаков, однокашник Пушкина, а тогда вообще-то вице, ну, по-своему, министр иностранных дел. Да, и там тоже был очень интересный сюжет. Другой сын женился, сейчас налево идем, на принцессе Черногорской, с которой у него не зарулилась. Она с ним развелась, вышла замуж за другого великого князя Николая Николаевича младшего, и через этих принцесс Черногорских попал ко двору Распутин. Третий сын мутил Зинаиды Скобелевой, сестрой знаменитого генерала Скобелева, ее называли Зинка Скобелева, а она в свое время мутила с великим князем Алексеем Александровичем, князем Цисимским, и они жили втроем, и иногда, а тот подвыпив этого великого князя из окна выкидывал. В общем, вот такое Какой этаж? Какой этаж? Спросил математик. Не знаю, детонька. Не уточнял, да, ты хочешь скорость рассчитать? Да. Вот. Мы с вами пришли во двор, ну все, сдох, да? Ну, извини, чел. Майку надел, должен выдержать. Нам еще гулять минут сорок, хочу тебе предупредить. Буквально недавно, на самом деле, здесь был сделан ремонт, то есть привели стены в порядок, и тем не менее, если вы внимательно посмотрите на оконные переплеты, вы видите, что здесь до сих пор дофига коммунолог. И вот это как раз к вопросу, меня часто спрашивают, что нельзя город привести в порядок, ну вот, пожалуйста, вот этот вот, мы вот привели. И на что я всегда обращаю внимание, убирает, наконец, в короба вот эти коммуникации. Раньше они просто вот так вот по стенам стелились, что, как вы понимаете, было очень красиво, эстетично, и вообще радовал глаз. Теперь, наконец, оно вот так вот. Как там батареечка? Не перестающая радовать мой дизайнерский глаз. Очень красивая постройка, которая здесь была возведена явно незаконно. Она мало того, что закрыла окна, и вот она в таком виде стоит здесь уже несколько лет. То есть они вот все что-то... Причем, даже двор уже, уже даже двор ремонтирует, а постройка иначе там. Не может, так сказать, не восхищать своим внешним видом. Да? Пойдемте дальше. Да, да, да. Да, мне каждый раз везет на мятлу. Но самый, конечно, эпичный был момент, когда мы в таком глухом дворе на улице Марата зашли, и там тоже была метла, и... Да. Видите технологии, как крутятся вокруг своей оси? Казалось бы, роботы-пылесосы, там... Все такое прочее. Пожалуйста, метла из сухих прутьев. Ничто не может заменить... бабкин и деткин и способы. Почему? Потому что это наиболее эффективный инструмент. Поэтому не надо недооценивать, как бы, наработки, которые были утверждены веками. Ну и, наконец, вы здесь, вот с левой стороны, тоже кто-то самопалом просто вот в этом закупке счастья, как его называют, пристроил что-то, и это что-то до сих пор живет своей собственной жизнью, да? С кондиционером. Да, с кондиционером. Позаботились. Причем, обратите внимание, странно какая ситуация. Вот здесь мы не зайдем, а там вполне. Пока вы выходите, я сейчас вам очередную порцию картинок подготовлю. Тут тоже надо будет немножко включить пространственное воображение. Да, специальная скамеечка для... А как зовут пса-то? Олег. Олег? Это чем же так какой-то Олег был в жизни твоей? Или ты... Почему-то именно имя Олег заметили вот в всяких шутейках, там вот у стендап-комиков, в Рилсах, вот почему-то именно Олегу и Никите. Вот два, почему? Да. Что такое Олегу? Есть Олеги среди вас? Нет? Пойдемте. А, ну и вот сейчас как раз будет тот момент, когда мы будем смущать людей, едящих в ресторане. Я вам кинул фотографию вот этого перекрестка, где мы сейчас с вами только что находят, который мы только что прошли, и мы еще его рассмотрим отдельно. Но мы с вами вышли к одному из самых вообще красивых домов, нереальных домов петербургского модерна. как раз таки одного из князей лихтенбергских, историю которых вы мне сейчас легко повторите, да, каждая, кто кому чего приходился, безусловно, да, архитектор тоже с очень легко запоминающейся русской фамилией фон Постельс. но, на что нужно обратить внимание, это абсолютно каталонский модерн, то есть, если бы мы сейчас оказались в Барселоне, то вот этот дом там смотрелся бы абсолютно интегрированно, да, значит, здесь есть все, что нам нужно, вот, начинаем с центрального портала, видите, во-первых, все такое тягучее, растительное, женские фигурки как бы выплывают из, даже не пучины морской, потому что по бокам два солярных знака, да, дальше сверху огромное количество цветов, посмотрите, как эркеры сделаны, тоже вот эти подпорки как будто стебли растительные, конфигурация окон, там на одной из квартир живет наш замечательный дирижер Курендис, который все пытается или уже ему удалось выкурить одного из художников, потому что вот это мансарда и эти мансарды были запланированы как мастерские художников. И посмотрите на мозаику, помимо всего прочего, вот посмотрите на среднюю мозаику, видите, трубы дымящиеся и там какие-то ангары. Вот вы можете себе представить сейчас на доме кто-то реально изобразили завод дымящийся, но это как бы технологический прогресс, то есть это показывает на самом деле, что все движется и тогда вот не так думали про загрязнение экологии сейчас. Поэтому это вот прямо стильно модно молодежь. Ну и самое потрясающее, там в правом нижнем углу этой мозаики буква F. Я буквально сегодня очередной раз там водил экскурсию и показывал могилу Владимира Фролова. Это наш мозаичист знаменитый, который делал мозаики, например, для спасанной краи. Это его, ну как мы сейчас сказали, бренд. Да, вот это буква F. Эта мозаика была сделана в его мастерской и у Фролова у него абсолютно уникальная судьба. Мы с вами идем обратно на пешком и переход. Здесь мы с вами пристанем. Там просто напротив обычно люди едят и они все время каждый раз знаете с таким ну типа что там такое там что-то происходит стоит толпа такая напротив них и как бы что надо заменить батарейку да? Ну давай заменим батарейку. Ну я так скажу как у нас в Советском Союзе мы когда фигачили вы не думаете что мы здесь просто как а сколько лет? Не да не просто мне скоро 50 я может так не выгляжу конечно не не ой блин я забыл сколько тебе лет вопрос вопрос не ну просто мне интересно хорошо мне знаете сколько лет это я синхронизирую 6,5 65 да ну и как вы еще в Советском Союзе такие были? вы все делали вы все делали мы фигачили мы работали работали да и фигачили и фигачили ну фигачить это у нас не было такого у нас было вот что бас гитара я на бас гитаре серьезно диперпл дай дай дим над водой ну ладно все удачи вам так же все давай пойдем итак пообщались с местным контингентом а мы заходим с вами вот сюда какое сегодня самое популярное блюдо филадельфия как 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 неоригинально филадельфия бедные японцы филадельфия это же специально для да знаете что это специально для американцев все это было придумано филадельфия а вот там на скрипочке кто-то играет и слышно прекрасно весь двор да чем интереснее эти дворы тем что видите здесь даже во дворе попробовали какую-то фактурку сделать да и более того здесь есть даже эркеры и если приглядеться кверху там поднять голову то мы там с вами увидим мы еще одни мастерские вот там наверху за деревьями и обратите внимание что при этом деревянные коньки деревянные крыши это каждый раз указываю внимание ну обращаю ваше внимание на это потому что дом производит ощущение каменного на перекрытие все деревянные и он горел вот без должного обеспечения противопожарной безопасности просто идеально но мало того что первый двор так еще и второй двор тоже вуаля посмотрите и это большая редкость но это уже говорит о том что это уже предреволюционная история и каждый метр начинал цениться очень сильно и соответственно люди были заинтересованы в том чтобы даже во дворе квартиры ценились бы подороже потому что в таком дворе уже как-то можно подсадать их публике поприличнее до окна не на улице но все-таки не на какие-то ссанные кучи здесь вы будете проходить обратите внимание еще такой атавизм сочетание гаражей и уже вот таких виповых домов то есть по идее вот это все же когда-то должно уйти отсюда потому что это первое что попадает под раздачу а с правой стороны котельная видите такая труба это вот к вопросу ну у меня уже и маршрут есть и снимал я его уже на самом деле к вопросу допустим о Викторе Цури что он делал в кочегарке потому что на Петроградской стороне нету центрального водоснабжения горячего здесь вот все вот ну все распределено по таким вот микрорайонам кварталам где всегда своя котельная раньше сейчас это все автоматизировано а раньше вот все уголь и по классике жанра нужно кидать этот угол уголь и для этого нужны кочегары кем собственно Виктор Робертович тут недавно день рождения было ему и являлся на тот момент и обычно когда строят новые дома ну где-то последние 2-3 года еще окей ну вот на протяжении целого там десятилетия двух до этого ну будем говорить откровенно но не шедевры то есть вот эти новые постройки абсолютно не то чтобы глаз не радуют а скорее наоборот и сейчас я вас веду к дому который был построен на месте завода имени Мендельсона который потом получил название красное знамя именно поэтому называется ЖК Мендельсон Мендельсон это вообще архитектор его спроектировавший и это один из редких примеров когда современный жилой дом он прям вот вообще топчик извините за такой скустовический термин да но он реально и радует глаз ну и понятные квартирки там продавались не за 2 копейки дом этот открывается у нас по правой господи по правой сену соломы да по левой стороне благородный серый цвет это на самом деле отсылка к конструктивизму даже к дому политкоторжан на Тройской площади то есть смотрите вот такие круглые окна люкарные там угадываются дальше сверху вот эта прямая линия вообще в таких домах 20-е года наверху планировалось организовывать солярии очень лапидарный то есть простой фасад но при этом с очень выверенной такой ритмикой балконов более того девелоперы слава богу догадались часть балконов застеклить чтобы вот не было вот этого маневра типа застеклю-ка я лоджию здесь этот беленьким тот значит коричневеньким и у нас из благородного фасада получается курятник да вот здесь этого не происходит ну и вообще вот сочетание цветов и всего остального оно конечно не может не радовать вот это действительно редкий случай когда современный дом мне не очень нравится это место что же честно но вот были бы деньги возможно бы рассмотрел вариант покупки мы сейчас с вами как раз перейдем к нему на ту сторону по пешеходному переходу так ну что стартуем и вот смотрите это моя фотография это я сфотографировал вот тот вот дом Брандмаур где обратите внимание в середине как раз такой выруб и вот к нему сейчас пристроили новый дом и там между ними вот этот получился классический двор колодец то есть мы как-то здесь ходили но с такой же группой как вы это только начиналось я говорю дай-ка я сфоткаю чтобы потом людям показывать всем следующим да вот так они эти замкнутые колодцы и получаются пойдемте дальше вот там на том вот видите там такие непонятные какие-то халупы стоят вот это все что осталось от производственных цехов этого завода дело в том что Мендельсон а подснимите пожалуйста халупы когда планировал этот забот он был таким мастером конструктивизма это все выглядело в проекте просто снос башки вот я вам послал значит как это должно было выглядеть то есть вот эти халупы это вот эти три в центре видите производственные здания с такими вот рубленными стенами к сожалению проект его переработали и все что от него осталось ну вот действительно авторского это силовая башня к которой мы сейчас собственно и направляемся и Мендельсон даже попросил свое имя не указывать в проекте настолько он был в негодовании от того что его проект переработали но вот это с левой стороны это абсолютный стос башки то есть здесь мы наблюдаем все что вот присуще этому стилю да вот эта экспрессия закругленных форм такое ощущение что здание несется на нас по сути при том что оно стопроцентно функциональное ну естественно после революции здание было завод был национализирован это такое очень очень хорошее не обидное слово национализированное да то есть вы живете в квартире и ее у вас национализируют а вы отправляетесь уже куда-нибудь в другое место да представьте вот завод целый ну и поскольку в этом на этом заводе была как вы можете увидеть да создана создан первый пионерский отряд то большая гребецкая улица по которой мы сейчас пойдем к финишу по прямой она получила название пионерской и здесь у нас будут очень потрясающие вот мне мне все время нравится вот это сочетание да бизнес-центр пионер вот если бы Сталин бы или Ленин или Троцкий или любой из этих ребят как бы ему бы сказали что вообще такое возможно в жизни или как я в Нижнем Новгороде видел торговый центр комсомолка да это же прекрасно я считаю да вот пожалуйста один из корпусов производственных который остался который не снесли потому что дальше у нас тоже уже современная застройка но это уже такой вполне себе берлинский стиль более того здесь уже люди наконец начинают догадываться что надо бы как-то историю с кондиционерами решать и поэтому уже запроектированы решетки на фасадах куда по проекту можно эти самые кондиционеры ставить потому что возможно некоторые сталкиваются с этой проблемой что сейчас этот кондиционер еще фиг поставишь по ряду причин и проблема даже не только там согласование с ССЖ если оно у вас есть или управляющей компанией но есть еще ряд моментов но здесь оно слава богу случилось и по левой стороне сейчас будет дом вполне себе такой вроде как непримечательный дом я вам послал фотографию очень хорошо и прекрасно узнается вот этот центральный эркер если вы увеличите эту фотографию увидите что это приют императора Александра Третьего для девочек и эти самые девочки вот прямо вот здесь выстроились мне вот в этих фотографиях всегда интересно представлять вот это начало 20 века вот эти все девочки им же как раз в 17-20 годах будет самый смак они будут а к Великой Отечественной войне они вообще будут уже там мамами и прочее и вот представляете вот они вот стоят фотографируются и мне всегда думается а вот как сложилась их судьба и вообще император Александр Третьий это был один из самых пойдемте дальше один из самых ненавистных императоров с точки зрения советской идеологии ну по понятным причинам потому что здесь у нас к сожалению такой проход ну идите здесь я вот тут с этой стороны пойду ну потому что при нем был казнен старший брат как раз Владимир Ильича Ленина Александр Ульянов и этого конечно ему просить не могли да обязательно но мы сначала пойдем попьем чайку в чаще попроще а вот здесь на этом доме у нас висит малоприметная мемориальная доска художнику Владимирову Ивану Алексеевичу никто из вас не видел картины которую он рисовал в 17-18 году нет но сейчас мы будем идти по этому долгому переходу я попробую у себя с диской качнуть алиэмс 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы здесь пристанем. Ну что, живы? Еще минут 10-15. А то я смотрю уже таки немножко. Мне всегда нравится, когда кто-то за всех сразу отвечает. И мы бодры, веселые. Я вот вам кинул картинки его. Вот это такое, знаете, в советской школе не покажешь. Там особенно последнее нравится, как там какой-то, значит, клеит проститутку в кабаке. И как они картины режут и прочее. Но удивительное дело, он, в общем, прожил, даже войну пережил. Его не репрессировали. Ну а мы с вами идем вот сюда. Мартин, нельзя, нельзя, Мартин. И мы пришли с вами к потрясающему общежитию, которое называется Ковчег. Мы видим с вами обитателей Ковчега. Там двухъярусные, комфортабельные апартаменты. Вы посмотрите, какой мордоворот, а. Господи, как я мечтаю вот именно о таком, знаете, вот о таком коте. Ну, забьем. Во-первых, не дастся. Во-вторых, ну что, я прямо сейчас его возьму. Значит, вспоминаем чаще попроще. Вот, пожалуйста, перед вами дом. Ну, примерно того же типа, что мы с вами были. Но только в каком состоянии он находится, да. И вот мне всегда, я почему и хотел бы пообщаться с людьми, которые там это все сделали. Что им пришлось, допустим, через что им пришлось пройти. Причем здесь, например, видно даже, ну, мало того, что он поплыл направо. Тут когда-то, видите, дверь была, ее заложили. Вот видно, дранка, да, вот это вот. То есть это какое-то старое, сохранившееся подсобное помещение. Здесь что угодно мог быть. Дровник, ледник там и так далее. Но вот оно, вот стоит вот так. И вот что ты с ним сделаешь, да? Ну, инвестора вы сюда вряд ли найдете, да? Здесь у нас была потрясающая история. Значит, тут женщина, она выглядывает и говорит, а вы вообще кто, откуда? И потом так, аааа, вы иностранцы, говорит она, глядя на нас, да? Мне казалось бы, вот, я не знаю, ну, не все из вас застали это время, но я прекрасно помню момент, когда вот слово иностранец, оно обладало каким-то магическим свойством. Да, то есть вот, я помню, что когда у нас в классе учился мальчик из Йемена, он для нас был марсианином просто, реально, самым настоящим. Это и... Я до сих пор очень смутно понимаю, где этот Йемен находится. Для меня вообще вот этот Ближний Восток, это... Как это блондинки, да? И как это все-таки странно-то называется, Иран или Ирак? Да? То есть я примерно иногда вот на таком же уровне. Вот мы идем с вами дальше. Это бывшее Павловское училище, причем обратите внимание, что здесь замечательный проект Штауберта, инкорпорировано современное здание, и, собственно, имя Можайского, в народе просто Можайка. И здесь в округе очень много курсантов. И у меня жила здесь знакомая девушка, и она говорит, выходишь из магазина, так, сигарету закуришь, и тебе сразу пять зажигалок вот так вот со всех сторон. Тебе вот так тянутся, да? Это, конечно, приятно. И мы с вами вот сейчас подходим, ну, уже, да, к финишной... на финишной прямой мы с вами. Мы с вами подходим к очень интересному монументу. Ну, мы с вами выяснили, что у нас пока один-единственный человек, который сдал бы экзамен, возможно, вести мархизма или ленизма, тем не менее я сейчас буду и вас немножко вопросами мучить, потому что оно того стоит. Давайте мы подойдем сюда. Значит, смотрите. У нас здесь есть вот такая инсталляция. Это как фильм «Начало Нолана». Тут уровень, под уровнем, под уровнем, под уровнем, да? Во-первых, начнем с надписи. Честь и слава детям питерских рабочих, погибшим в октябре 2017 года. Но я понимаю, что не все из вас учились в советской школе, но те, кто учился. Слышали ли вы когда-нибудь про детей, погибших в октябре 2017 года? Вообще, надо сказать, что на удивление, октябрь 2017 года он был, ну, относительно бескромный по сравнению с февральской революцией. Когда вот у нас есть Марсово поле в Петербурге, где есть братская могила. Вот там похоронены жертвы февральской революции, жертвы июльского мятежа. А октябрьский переворот, он практически, ну, без жертв обошелся. А тут какие-то дети, каких-то рабочих, причем, аморфно так, дети рабочих погибли. Дальше смотрим. Что это за дырочки такие? Причем в этих дырочках дюбели. То есть здесь явно что-то было. И вот тут мы должны обратиться к нашей прекрасной подсказке в виде... Главное мне послать туда, куда надо, а то я, знаете, иногда не в те чаты кидаю. В виде разных фотографий из прошлого, которые, я надеюсь, сейчас я вам найду их и закину. Вы уже, как собачки Павлова, сразу потянулись к телефонам. Это правильно, это хорошо. Значит, раз, два. Вот, допустим, два. Значит, смотрите. На первой картинке вообще нет никаких бюстов. Обратите внимание. Что там написано? В честь чего-то там детям питерских рабочих, принимавших участие в разгроме контрреволюционного мятежа Юнкеров в октябре 17-го года. То есть тут они только принимали участие, а тут они уже погибли. И тут уже как-то про мятеж Юнкеров. Но я знаю, вас ночью разбуди, вы сразу все про мятеж Юнкеров скажете. Я уверен, что даже многие из вас знают, кто такие Юнкера. Ну, вообще, Куприна есть чудесное произведение, рекомендую «Кадеты и Юнкера». В общем, на следующей фотографии честь и слава детям питерских рабочих, опять-таки принимавших. И тут мы видим одни партнеры. Я не знаю, то ли это благодаря повестке «Gender Equality» и вообще вот это вот, но появились девушки. То есть погибли дети, но среди них не должны быть только мальчики, должны быть и девочки. Девочки тоже должны погибнуть. Значит, вот девочка, вот еще одна девочка. «Мальчик» — это, наверное, тоже... А это, наверное, такой как раз посередине. Да. Да, согласна. Опять-таки, в современной моде. Вопрос. Как говорят у нас на «Смоленщине», what the fuck? Ответ на этот вопрос есть, на самом деле. Пойдемте дальше. «Стригай». «Стригай». А мне нравится этот сериал. Пойдемте. Значит, буквально сразу же вам для затравочки. Юнкера — это последняя стадия обучения военного в Российской империи перед выпуском уже в армию. Это офицерский состав. И, естественно, это самая, ну, пассионарная часть, то есть это молодые, значит, военные студенты, ну, можно так сейчас, да, сказать. У нас было несколько юнкерских училищ. Вот Купри написывает, например, Александровское юнкерское училище, которое располагалось в Москве, на Арбатской площади. Владимирское юнкерское училище, о котором пойдет речь, оно располагалось чуть дальше. Значит, внимание, вопрос. Февральская революция, она была против царя, но какую цель она перед собой ставила? Сейчас мы придем на следующий перекресток, и вы, Пятый и Б, дадите мне на этот вопрос ответ. Почему Б? А, вы отличный. Ой, ну ладно. Не по такому принципу очень часто идти. Конечно, да. Иногда просто делили, как бы. Нам сейчас надо будет дождаться зеленой света Сафор и перейти. А хотя, знаете что, мы пойдем сюда, потому что нам потом надо вернуться. Мы раньше заканчивали вот там, но там сейчас у нас идет ремонт, и поэтому мы сейчас навигацию немножко поменяем. Вот как раз идут, господа, без пяти минут юнкера, только уже современные. Видите, они взяли носилки. Сейчас те, кто не выдержит экскурсии под конец, могут привлечь. И они, особенно я рекомендую это сделать девушке какой-нибудь посимпатичной, да. И они с удовольствием вас отнесут в свои казармы и окажут вам первую медицинскую помощь. Значит, к этой теме мы еще вернемся. Но сейчас другой сюжет. Сейчас мы буквально на секунду заглянем в этот скверик. Сейчас мы встали. Я не снипси, я не проехал. Продолжение следует... 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 о чем-то говорящее, я вам больше могу сказать, оно имеет прямое отношение к тому художественному произведению, потому что оно указывает строго вот туда. Там сейчас новое здание, мимо которого мы сейчас пойдем. А для этого, уж извините, нам придется вернуться, потому что там тротуар поширше, здесь он поуже. А я все-таки вас люблю и уважаю, и поэтому хочу, чтобы вы с большим комфортом ходили. Нам, естественно, по традиции надо обратиться к фотобиблиотеке Павлика, которую специально для вас запарился и нашел разные картиночки, старые фоточки. Вот смотрите. Значит, две. Первая, ну, такая широкая, а вторая общая. На общей как раз видна стена, которая там была, а пушки нет. Потом ее установили. Тут написано. С этого места 29 октября 17-го года рабочие соорудия вели огонь по Гюнкерскому училищу, поднявшему мятеж. Пять питерских ребят подносили снаряды честь и слава юным борцам революции. В чем замес? Короче, в воспоминаниях одного из участников событий действительно он описывает, что отсюда пуляла пушка, куда она пуляла, я сейчас покажу. И действительно, какие-то пять питерских ребят подносили снаряды. И вот они здесь подносили снаряды. Там они принимали участие, потом они вдруг умерли. Вот так вот она работает, монументальная пропаганда. Понятно, что никто в жизни не будет гуглить, что это за пушка. Никто в жизни не будет изучать вопрос, что там за питерские дети рабочих погибли. Ну, если ты не писатель Носов, который этому даже... У него есть книга про петербургские памятники. Я когда работал в главной редакторе студенческой газеты, я все... Носов, Курсанов и такой был замечательный критик Топоров, я вот очень много там про них писал. Но само это юнкерское Владимирское училище, оно располагалось вот ровно на этом месте, куда мы с вами направляемся. И, помимо этого, перед ним здесь, ну, это я вам напоминаю, Большая Гребецкая улица. Здесь стояло вот такое замечательное место, вот на этом, да? Видите? Приют для идиотов на петербургской стороне, на Большой Гребецкой. Вот мы находимся на Большой Гребецкой, здесь был приют для идиотов. А само это Владимирское училище после описываемых событий выглядело вот таким образом. То есть это здание стояло вот за деревьями. Значит, действительно, юнкера Владимирцы, они подняли мятеж в октябре. И у них был даже какой-то арсенал. Они какое-то время сопротивлялись, но когда туда подогнали пушку, и даже детки начали подтягивать снаряды, понятное дело, когда под тебя прямой наводкой стреляют, все, они вывесили белый флаг, кого-то зарубили прямо на месте. И потом, я когда еще брал интервью у предыдущего директора Петропавловки, Калякина, он рассказывал, как они делали стоянку для автобусов на территории крепости. А Петропавловская крепость это, ну, понятно, не то чтобы объект культурного наследия, это просто, да, прежде чем что-то копнуть, себе сразу бригаду нужно археологов вызвать. И они нашли останки, по-моему, 17 юнкеров, они не смогли это опознать по сохранившимся остаткам одежды. То есть, судя по всему, значит, часть была вывезена туда и там расстреляна. Но! Сейчас направо идем. Вы понимаете, сколько времени и деталей понадобилось, чтобы в этой истории разобраться, да? И, естественно, среднестатистический обыватель никогда не будет этим заниматься. Точно так же, как среднестатистический обыватель даже не обернется, чтобы не посмотреть вот на эту конструкцию. А это вообще-то тоже памятник. Это весла, друзья мои. Да. Я сегодня вам показываю сплошные шедевры архитектурного зодчества. Видите, как все... Ну, потому что это большая Гребецкая улица, да? Гребцы это, по сути, моторы той эпохи. Вот. Естественно, про Владимирцев, про этих юнкеров нам в советское время никто не рассказывал. А если и это упоминалось, то именно только в разряде вот этого мятежа. Почему? Потому что, возвращаясь к вопросу, за что боролся в феврале. В феврале боролся за созыв учредительного собрания, то есть или парламент, или дума, как угодно называйте. Со всей страны собирается некий орган, который решает, как нам жить. Ну, собственно, вот у нас сейчас парламентское управление. Я вообще считаю, что мы пришли к конституционной монархии, к мечте вообще либералов начала 20 века, но по факту у нас сейчас парламентское управление. А потом Владимир Ильич Ленин с сотоварищами, с Львовым Давидовичем Троцким и прочим сказали, что нет, ну, конечно, парламентское управление-то хорошо, и много партий-то хорошо, но самая настоящая демократия, это когда одна партия. Вот это настоящая демократия. И поэтому они как бы, по сути, узурпировали власть, что не понравилось очень многим, в том числе этим самым юнкерам. Потому что против царя свержения они, конечно, возражали, но они это приняли за республику, за народ. А когда вот уже одна партия решила узурпировать власть, это им очень сильно не понравилось. Был поднят мятеж, который был подавлен со страшной силой. И вот это, собственно, финал нашей экскурсии. Прям на крышу, на крышу вот этот пакет поставили. Если брали наушники, прямо с наушниками и кидайте сюда. Вот. Всем спасибо. Особенно Олегу за то, что он нормально себя вел. Все свободны. Можно сфотографироваться? Можно сфотографироваться, да. Давайте. Напоминаю вам, что на экскурсии я вас по традиции жду в конце недели. Пятница, суббота, воскресенье еще добавляется четверг. Все анонсы есть на сайте. Следите и покупайте билеты заранее. Книги мои, если с автографом вы можете приобрести вот как раз в такой ситуации после экскурсии. Если без него, то тогда заказывайте через сайт. Но если вы закажете мерч, тогда я книжки подпишу. Потому что в этом случае мне приходится лично идти на почту. А так книжки лежат в отделении. Сами работники их упаковывают. Остросоциальный роман Корень. Скоро тираж подойдет к концу. Книга про пиар во время русско-японской войны еще имеется в наличии. И книга про Невский проспект. Мой путеводитель Невский с перцем скоро выйдет уже получается пятым тиражом. Вся интересующая вас информация есть в ссылках в описании под этим видео. видео.